Привет, дорогие зрители! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сейчас я вас буду удивлять. Итак, хочу показать вам, как я делаю борщ. Но борщ по-американски. Это, может быть, для кого-то покажется странным, но на самом деле он идет за милую душу у моего мужа. Итак, хочу сказать, что я делала борщ ему и как наш обычный борщ, но он не так кушал его часто. Он покушал с удовольствием, сказал, да, нравится хорошее. Да, действительно, я ему верю, потому что если ему что-то не нравится, он так и говорит, не нравится. Он не льстит мне только из-за того, что я приготовила. И он скажет спасибо, это обязательно. Но если что-то по вкусу ему не пришлось, он скажет об этом, что нет. Вот как-то не очень ему это понравилось. Или вкус какой-то, или какие-то другие какие-то продукты не соответствуют его вкусу. Поэтому я ему делаю борщ по-другому. Начальный процесс показывать не буду. Сами понимаете, капуста, картошка, морковка, специи. Это окропчик, там чеснок и перец черный. Но обязательно должна быть густота. Не должен борщ быть редкий. Должно быть густо. Ну так хорошо густо, чтобы ложка стояла. Закрываем. Закрываем. Далее. Далее я делаю вот такую как бы зажарку. Это бейкинг. Бейкинг я прожариваю очень хорошо. Потому что мой муж не любит вот эти кусочки сольные. Видите? Надо, чтобы они хорошо прожарились. Поэтому я довожу до такого хорошего коричневого цвета этот бейкинг. Еще немного, наверное, минут 5. Далее я буду использовать фасоль. На этот раз я использую такую красную фасоль. Dark red. Такая фасолька. Можно также и светлую, не обязательно красную. Но фасоль должна присутствовать обязательно в американском борщике. И соус. Соус можно любой. Но я буду такой использовать, потому что другого у нас нет. Это, опять же, его соус. Американский соус. И буду использовать сок бурячный. Немного. Это все на зажарку. Как бы я это буду вместе делать. Вы увидите. Капусточка и картошка подошли. Я высыпаю фасольку. Так, все это перемешиваем. Смешиваем. В это время бейки уже хорошо поджарился. Видите, какой? Как бы дошло до корочки такой коричневой. Это хорошо. Это для моего мужа. Вы, конечно, можете это не использовать так для вашего мужа. Имеется в виду американского. Может быть, и другим мужчинам понравится такой борщик. Кто знает, кто знает. Попробуйте. Все, как говорится, дело вкуса. Немного томата. И этого бурячного сока. Совершенно немного. Потому что фасоль красная. Если фасоль будет светлая, тогда можно немного больше. Опять же, если ваш мужчина кушает буряк, то можно и свежий буряк. Допустим, мой муж буряк очень хорошо кушает свежий. И морковный сок пьет. Видите? Но многие американцы буряк не кушают. Поэтому лучше использовать, конечно, сок бурячный. Это для цвета. И придаст вкус. Бурячный вкус такой немного специфический будет для американца. Он вроде бы как и буряк и кушать не будет. Да? Но будет какой-то вкус. Для него загадочный. И самое интересное, и, наверное, покажется для вас, наверное, необычным, это я буду использовать вот такое мясо. Или можно использовать, это как вариант, вот такие сосиски. Это индюшачьи сосиски или не обязательно индюшачьи, можно какие-то и другие. Или не обязательно такое использовать. Можно, конечно же, использовать мясо. Обычное, свежее, говядину, свинину, любое. Курицу можно использовать. Вот так оно выглядит. Что я буду делать дальше? Дальше я буду резать мелкими кусочками. Не все, конечно, половинку. Наверное, где-то так. Кастрюлька небольшая. И на мелкие кусочки. Примерно так. Почему я использую это, а не мясо? Конечно же, я могу и мясо свежее. Но дело в том, что для моего мужа вот такой продукт, это его продукт американский. Это равносильно, как наше сало. Поэтому, и поэтому, когда он кушает такие мясные продукты, то для него это полный кайф. Для нас, конечно, это, ну, наверное, непривычно. Тем более борщ. Понимаете? Это что-то странное, да? Но для американца это супер борщ называется. Американский борщ. Или борщ по-американски. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что это действительно вкусно. Как бы для нас, может быть, непривычные ингредиенты, но это действительно вкусно. Вот таким образом получается борщ. Лавровый лист, конечно, там обязательно присутствует. Вы, как заметили, я не использовала лук. Конечно же, можно использовать лук, но мой муж просто не любит это. Поэтому я делаю так, как любит мой муж. А как любит ваш муж, то вы уж делаете разные дополнения. И в результате получается такой борщ. Смотрите, какая красота. Капуста, морковь, буряк. О, нет, наоборот. Сейчас, минутку. Капуста, картошка, морковка, специи. Можно, конечно, болгарский перец. Что еще там? А, я немного еще добавила селари. Вот, дорогие мои друзья. Сельдерей и зажарка и любое мясо. Можно даже сосиски использовать. Сейчас попробую на вкус. Может быть, надо что-то добавить или соли. И пусть немного, так сказать, ну, наверное, минутки три. Как бы дойдет все вместе. Ой, дорогие друзья, попробовала. Я вам хочу сказать, что действительно это очень вкусно. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Фасоль очень хорошо вкус придает. И это мясо. Капуста. Ой, какая прелесть. Очень вкусно. Ну, вот, дорогие мои зрители, такой борщ по-американски. Если у вас есть желание, вы можете приготовить, попробовать. И хочу сказать по поводу сельдерей. Я добавляю даже в суп, и, ну, куда возможно добавить сельдерей. Почему? Потому что сельдерей так, как бы он невкусный. Сельдерей делают какие-то напитки. Конечно, добавляют другие там овощи или фрукты. Но вареный сельдерей, он очень-очень вкусный. Он придает интересный вкус. Он придает очень интересный такой вкус. Я не могу сказать, на что это похоже, но очень такой интересный, я бы сказала, наверное, немного экзотический вкус. Но не ярко выраженный, нет. Мягкий, приятный. И такой, я бы сказала, ну, интересный, хороший вкус. Все, выключаем. Итак, муж будет довольный. Он сегодня сделал у меня заказ, приготовить что-то ему горячее. Или суп, или вот такой американский борщик. Но я подумала, что борщик будет лучше. Проснулась Соня. Так спит долго. Ты уж прямо меня перещеголяла. Но я, правда, последнее время просыпаюсь рано. Но это потому, что тепло. Зимой я как медведь сплю. И Розе со мной приучилась. Но сейчас она спит дольше. Десять, она спит. Ну-то одиннадцать. Одиннадцатый час она только проснулась. Глаза узкие, как китаец. С просонья. Розе, ты бы еще разговаривать умела? Ну, вообще, человеком бы была бы совсем. На задних лапках ходит. Стоит. Пытается даже что-то говорить. Скажи, я же не понимаю. Скажи, что такое моя мама и папа? Ходят на двух ногах, а не на четырех. Разговаривают каким-то языком, а я как-то гавкаю. Непонятно почему. Да, Розе? Скажи, что такое? Что я? Совсем какая-то не такая. Да? Моя ты собака золотая. Да вся же ты такая. Да самая ты лучшая. И самая красивая. Ну, это потому, что животные повторяют повадки своих родителей. Да, вот как бы и она тоже повторяет. Она же живет с нами. С малочку. Балованная. Излюбленная. Изнеженная. Розе, как же тебе повезло, что тебе досталась мама. Именно такая. Пошли на улечку. Идем. Пошли. А если бы тебе досталась мама-американка, то считай пропала бы ты. Закормили бы тебя с собачьей едой. Не знала бы ты нежностей нашинских. Так, погодка у нас сегодня будет замечательная. Дождик прошел. Очень хорошо. Для огорода птички выклевывает что-то там у меня. Ах, вы ж такие барбосы. Ах. Клубника очень хорошо поднялась. И помидоры. Рассада все-таки выходит. Медленно, медленно. Но выходят и огурцы, и кабачки. Надо было в специальную просто землю посадить. Если бы я бы использовала другую землю, то они конечно бы пошли быстрее. А я использовала обычную. Видите, это хорошая земля. Видите, какая она такая добротная, чернозем хороший. Но для рассады нужно использовать другую. Но тем не менее, видите, подымается, все растет. Просто, наверное, не все семена хорошие были. Хотя семена и брала органик. Тем не менее, видите, не все семена взошли. Запах, конечно, стоит после дождя. Это трава, дождь, запах. Я вам передать не могу. Жалко, что эти запахи не передает камера. Надо, чтобы YouTube усовершенствовался. Ну что, дорогие мои друзья, желаю вам приятного просмотра. Накормила вас сегодня с утра. Ну, это у меня утро. Я не знаю, как у вас. Моим борщикам. Борщ, конечно, получился на славу. Ну, а я сейчас буду себя приводить в порядок. Так, вот тут у меня готовы какие-то лаки. Это закрепитель. Вот я не знаю, какой я буду. Или этот, или этот. Использовать на этот раз, наверное, вот этот попробую. Сейчас у меня будет время уход за собой. Немного с утра. И потом пошел день. Да ладно тебе, не гавкай. И всем пока-пока. Приятного просмотра. Проснулась. Проснулась. Наконец-то. Проснулась. Проснулась. Оживилась. Забегала, закалкала. Все. И у Рози тоже день начался. Проснулась. Проснулась. Проснулась.